Всем еще раз добрый день В сторис, если смотрели, я недавно выложил видео пациентки, которую мы сейчас оперируем из смотрового кабинета Пациентка прилетела к нам из Израиля на комплексное оперативное вмешательство На самом деле основная проблема, именно проблема у пациентки это капсулярная контрактура молочных желез деформация молочных желез в результате проведенной полтора года назад операции непосредственно в Израиле Это основная проблема, она требует на самом деле вмешательства хирургическое потому что помимо беспокойств есть еще и эстетическая проблема и в сторис это тоже можно увидеть Я выложил это до операции Связано с тем, что есть тактические и технические, на мой взгляд, погрешности выполнения операции поэтому корректирующие вмешательства, если можно сказать это полноценная вторичная мамопластика с устранением капсулярной контрактуры с удалением имплантов, с уменьшением кармана потому что как латеральный край, наружный край кармана, так и нижний край кармана где установлен протез, он разрушен Соответственно, грудь, используя терминологию общеизвестную, съехала вниз и уходит по краям Это то, что касаемо груди, основная проблема Но сейчас мы оперируем глифоропластику глифоропластику потому что пациентка, коли будет находиться под наркозом решила выполнить, помимо исправления результатов операции у себя на родине, в Израиле, груди выполнить эстетическое вмешательство и мы пациентке выполняем Планируем выполнить, уже начали Круговую глифоропластику, то есть пластику верхних и нижних век с удалением избыточной кожи мешков и смаз-подтяжку лица с подтяжкой шеи Это мы в прямом эфире будем показывать все пока не иссякнут у всех вопросы Как только вопросы иссякнут мы отключаемся и продолжаем работать Сколько стоит операция паховой грыжи? По-моему около 80 тысяч рублей Это в комплексе Фонки стабильно вам посылают, хвастаюсь Спасибо большое Молодцы Кто в Красноярске может поставить дипроспан в группы? Доктор Нужно будет обратиться к опытному косметологу или к хирургу Можно обратиться в железнодорожную клинику Там два доктора которые могут это сделать Я считаю, это Гуликиан Гарен и Федотов Иван Доктор, скажите, пожалуйста после блефоропластики какую-то мазь от шрамов нужно использовать? Нет, в этом нет необходимости Во-первых, они на веках практически не работают А во-вторых, могут вызвать даже более раздражающий эффект Кожа века очень тонкая и реагирует на разные препараты отрицательно Это можно делать за один наркоз и грудь, и глефоропластику? И подтяжку лица, и живот еще можно Да, еще прооперировали еще одну пациентку Она совсем издалека, с другого берега океана Мы сделали лицо, грудь, живот Все одновременно Все в порядке Сколько лет пациентке? Чуть больше сорока Двух И трех Бомба, братан Господи Доктор, вы мой кумир Спасибо Это не тот же человек написал? Спасибо Капсулярная контрактура молочных желез Частые явления? Если операцию выполнить тактически, технически правильно использовать современные безопасные импланты то это явление примерно, наверное, 0,5% Доктор, во сколько завтра в РЖД больнице бесплатное исследование Родина? Даже не знаю, но вот Регина Александровна подсказывает с 10 до 4, да, Регина Александровна? С 10 до 4 Здравствуйте После 2,5 месяцев после абдоминопластики под швом сохраняются уплотнения Это норма? Да, вполне Такое может быть ниточки, которые рассасываются несколько месяцев Они иногда капсулируются и могут прощупываться как уплотнение По поводу того, кто может сделать инъекции в Красноярске Делала у вас абдоминопластик, поэтому я спросила так как вы уехали и теперь нужен дипроспан в шраме Да, отлично Но с дипроспаном сильно мудрить нельзя С ним надо очень аккуратно с этим препаратом Потому что он помимо того, что уменьшает объем рубцовой ткани Он влияет на все абсолютно ткани В том числе на окружающую Это подкоржировая клетчатка и кожа То есть может вызвать наоборот дефицит ткани И в том числе растянуть кожу Поэтому надо в умелые руки Лучше вот к моим ребятам Это Федотов Иван Гуликиан горы обратиться И все тогда будет сделано как нужно Здравствуйте, как дела у пациентки из Германии? У нее все чудо, спасибо большое Я обязательно покажу Расскажу И вы сами, я думаю, услышите Пациентку из Германии Как она себя чувствует Сколько раз можно делать Круговую дефаропластику за всю жизнь? Столько, сколько будет показаний Если средняя продолжительность жизни Как у фараонов То ни разу Если как в Средневековье То раз А если как в 21 веке То раза три смело можно А если как в Японии То четыре Благодарю вас за ответы Спасибо Сколько по времени Длится данная операция? Лицо с веками Примерно Три часа Два с половиной и три Грудь около двух часов Ну вот суммируйте Примерно Пять часов мы планируем Оперировать пациентку Грудь несимметричная Если подкорректировать Это на всю жизнь Или через годы обращаться? Спасибо Ну полагаю Что на всю жизнь Если показаний вновь не будет То обращаться не нужно Жду не дождусь Восьмого января У меня тоже запланирована Две фаропластика Доктор Вы ум Дальше вопрос оборвался Угу Ну вас ждем Пока вопросов нет И вам машутся руками Что в сердечке Да, друзья мои Вы знаете Что вот Кровавых сцен Во время операции Я не показываю Вот Ну какие-то ключевые моменты Может Для особо Любопытных Покажу В основном Прямой эфир настроен На то Чтобы у нас была возможность Получить ответы На интересующие вас вопросы Потому что Во время операции Очень часто Регулярно мы Проводим Ну некий Экскурс Когда коллеги к нам приходят Операционно Учим их То есть во время операции Отвечаем на вопросы Рассказываем Показываем Поэтому ваши вопросы Они тоже абсолютно Никак не мешают У меня есть возможность Спокойно дать Развернутый ответ Времени на это Более чем достаточно У вас есть возможность Задать прямой вопрос Удачи вам Спасибо После операции У меня место Между кожного шва До сих пор темного цвета Прошло 4 года Даже царапин от когтей кошки На руке Были темно-коричневыми Более 3 лет Для фаропластика Не рекомендовано? Ну Навряд ли На веках Будут такие же Темные швы На веках Чаще Формируется Депигментация Когда наоборот Меланоцитов Не хватает И там светлая Белая кожа А вот Склонность К гиперпигментации Это именно Ферментативные особенности Кожи Но на веки Это крайне редко Распространяется Крайне Благодарю доктор За ответ Спасибо Я тоже жду Не дождусь Доктор Джан После блефоропластики Какой период Адаптации И восстановления Около 2 недель Надо рассчитывать На период Именно адаптации Восстановление Это длится Дни 5 А вот адаптация Но речь идет О синяках И отеках Конечно Которые могут Смущать окружающих Примерно 2 недели Добрый вечер Скажите пожалуйста Вы делаете Ринопластику Нет Ринопластику У нас выполняет Регина Александровна Доктор Которая со мной Сейчас оперирует Заведующая отделением Нашей пластической хирургии Поэтому все вопросы Можно задавать ей Ее аккаунт Доктор Нижнее подчеркивание Пахомова Если есть асимметрия груди И нужна подтяжка Импланты ставят Одинаковые по объему Или разные Если асимметрию груди Нужно будет по объему Устранять уменьшением Собственных тканей Тогда можно одинаковый имплант Если же Объем собственных тканей Изменяться не будет Тогда нужны разные импланты Где в Москве принимаете Где узнать цены на операции Подскажите пожалуйста Принимаю и оперирую И лечу в Санкт-Петербурге Цены можно посмотреть На сайте доктора Крапетяна Или написать мне На ватсап Отправить фотографию Задать вопрос Я подробно отвечу И с указанием точной стоимости Ссылка на ватсап В шапке аккаунта Ой, здравствуйте, здравствуйте Люблю ваши эфиры Хочу поздравить вас С наступающими праздниками Вас и всю вашу команду Девушку, которая ведет эфиры Всего самого доброго вам И вашим семьям Спасибо от всей команды Спасибо большое Вас тоже с наступающими Сохраните эфир Обязательно Эфир сутки будет В сторис, как обычно А потом На моем канале На ютюбе Доктор Крапетян Так же, как и все эфиры Спасибо за подробный ответ Вы меня обнадежили И успокоили Спасибо Подтяжка бровей И подтяжка лба Это одно и то же Или это две разные операции Это может быть и одно и то же И две разные операции Подтяжка груди Всегда делается с установлением имплантов Нет, конечно Не всегда Это желание пациентки Доктор должен объяснить В чем будет разница Если речь идет о То есть имплант Нужен для выполнения Двух целей Первая цель Это размер Объем Вторая цель Это форма Вот доктор должен объяснить Пациенту В чем будет разница Между использованием импланта И его не использованием И пациент должен сделать Свой выбор сам С имплантом он хочет Или без Нет, конечно Это не помеха В данном случае Допустим У пациентки Которой я сейчас оперирую Которая приехала Из Израиля То есть у нее Как раз Помимо капсулярной контрактуры Разрушение субмамарного Разные складки Что импланты Спустились вниз Гораздо ниже Чем пятно молочной железы И еще большой карман То есть они разъезжаются Каким образом Эта техническая погрешность Была произведена Мне сложно сказать Но мы имеем то, что имеем В данном случае Планируется как раз Уменьшение кармана Конечно Это технически сложное Вмешательство Здесь нужно Высокой компетенции И профессионализм Чтобы правильно Выполнить эту операцию Но в 95% случаев В 97% Это реализуемая вещь То есть можно Во время повторного вмешательства Уменьшить карман И уменьшить таким образом Чтобы он сохранил Свою постоянную форму И постоянные размеры В Красноярске будут проводиться операции? Когда? Мною пока неизвестно К сожалению Неизвестно По одной простой причине Просто нет возможности И времени выехать И еще и все Сибирские пациентки Или пациенты В том числе из Красноярска Они практически все Приезжают сюда У меня нет возможности Отсюда теперь выехать Добрый вечер Огромный привет Вам из Екатеринбурга Всегда с вами Палата номер 7 Юлия Бунина Здравствуйте Юлия Спасибо большое Привет из Ямала Немецкого автономного опыта Легкой работы Георгий Эдуардович Спасибо Добрый вечер А вы делаете Подтяжку бровей И подтяжку лба И сколько это стоит? Да делаем Стоимость по моему От 180 до 300 тысяч От объема вмешательства Опять же зависит Добрый вечер Мой любимый доктор Здравствуйте Добрый день Муж будущей клиентки Вас не отвлекает то Что вы во время операции Отвечаете на вопрос Судя по всему нет Я в начале эфира И во время каждого эфира Я многократно Об этом повторяю А что за бесшовная методика у вас? Когда можно в душ после операции? Нужно ли снятие швов и перевязки? Вот как раз это и есть Логика бесшовной методики Что снятие швов и перевязок не нужно А в душ можно на следующее утро Даже через 2 часа после операции Если уж такое большое желание Сколько лет оперируете? В Москве будете ли вести приемы? Пока некогда вести в Москве приемы Тем более что Москва недалеко И пациенты с удовольствием сюда приезжают На осмотры, на консультации, на операции И так далее А сколько лет оперируем? С 2000... Когда ординатура была закончена? В 2005 году Совсем немного В 2015 год Со скольки лет можно делать блефаропластику? С тех, когда появятся показания Этой операции Но понятно, что с совершеннолетия Если мы говорим об эстетической блефаропластике То есть с 18 При наличии показаний Как выбрать импланты? Импланты не нужно выбирать Импланты нужно подбирать Это нужно делать совместно с врачом Потому что доктор должен будет определить Анатомические все особенности Нюансы План операций То есть подтяжка или без подтяжки Какого рода подтяжка Много особенностей анатомических От пациента нужно Выслушать пожелания Чтобы понять Что пациент ждет от операции И доктор уже должен будет Проанализировать Либо это достижимый результат Либо это недостижимый Тогда нужно пациенту объяснить Что же он получит При выборе того или иного импланта А можете посоветовать хорошего пластического хирурга В Красноярске? Нет возможности приехать Ну только Карапетяна На них ответил А если всем хочется просто посмотреть Человека в маске Ну нужно и так конечно Но скучно мне кажется Для меня пока вы лучше врач Это пока Спасибо Пока вопросов тебе нет? Вот как Мы сейчас перешли на нижние веки Мы сделали пластику верхний фейк Сейчас на нижних веках Отслойку кожи Сейчас уберем грыжевые комочки Мешочки все Берем избыточную кожу И будем накладывать Швы Большие ли очереди на операции у Макса? Нет Сейчас запись примерно на март-апрель Здорово я с вами подключившиеся зрители Маша Здравствуйте Здравствуйте Сколько стоит такая операция? Круговая влефропластика 130 тысяч С масс-подтяжкой лица Вместе шеи и подбородком 350 Георгий Гвардович Здравствуйте Здравствуйте Балтийский привет из Калининграда И от нижних вламенный привет Ирина Владимировна Спасибо Ирина Вам тоже большой привет Спасибо Здравствуйте 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 А сколько нас человек? 47 человек Добрый вечер Добрый вечер Вопросов пока нет И тишина Вы не планируете повышать цены? Спасибо Я нет Я не планирую Цены абсолютно такие же Как и были в Красноярске Как Вы относитесь к врачам Которые уверяют Что только у них имеется Эта бесширная методика И делают акцент на то Что аналогов подобной методики Нет во всей России Так как привезено это Из Соединенных Штатов Да Во первых это изначально глупость Глупость по одной простой По одному простому Поводу Дело в том что Любая уникальная методика В хирургии Она доступна всем Скажу почему Потому что Как становится известно Что методика уникальна Когда есть автор Этой методики Когда есть автор У этого автора есть Статья Или патент опубликованный Что он Первый это сделал И зарегистрировал В данном случае Уверяю Вас Патент у нас есть И не одна бесшовная методика Разная Лефропластика Мамопластика Подтяжка Ну много У меня 22 патента После того как Эта публикация Произведена То есть патент Или статья научная Соответственно К ней имеют доступ Все желающие А коли к ней имеют доступ Все желающие Значит все желающие Могут использовать Потому что там подробно Описано Как это делать Как оперировать Что нужно Какие разметки Какое до Послеоперационного Ведения Осложнение Все подробненько Расписано Другое дело Что методику Можно описать А вот Руки у всех Конечно разные Произвести То же самое Достаточно сложно Это то же самое Как вот Взять книжку Где там Красиво Все нарисовано И расписано Как нужно Драться по методике Карате Прочитал книжку Все понял К сожалению Это почему-то Не работает Но то же самое В хирургии Всем известно Как и что нужно Делать Но сделать Не всегда получается Здесь уже Конечно Играет роль Некий человеческий Фактор Уровень Компетенция Знания Анатоми Ну много Разных факторов На самом деле Поэтому говорить О том Что Доктор Может Единственный В своем роде Владеть Нет Владеть Могут Многие Но как Исполнять Это Это уже Вопрос Другой Как Реализовывать Это Одна часть Практическая Теоретическая Конечно Это же Чье авторство Кто Первый Опубликовал Написал Расписал Рассказал Вот Тот И автор Этой методики Поэтому С Америки Или с Кубы Или еще Где у нас Родина Корицы Мадагаскара Привезенная Это уже Не принципиально Почему Меня пропустили Надо Повторить Повторите Пожалуйста После Подтяжки Груди Если Из другого Города Через Какое Время Можно Будет Уже Ехать Домой И Все Ви Виды Транспорта Допустимо Через Трое Суток Можно Ехать Домой Практически Все Виды Допустимы Единственное Не знаю Как Грудь Всего Ведет На Подводной Лодке Так В принципе Ну и на Лошади Конечно Нельзя Потому что Трястись Нехорошо Для Груди Первые Три Месяца Расскажите Подробнее О Проводимой Операции Мы Сейчас Проводим Блифаропластику Ну Подробнее Тут Особо Не Расскажешь Потому что Несмотря На Простоту Описания Высказывания О том Что Это Блифаропластика Достаточно Сложная Операция Чем Она Сложна Да Тем Что Даже У Многих Хирургов И даже Опытных Бывают Разного Рода Проблемы Осложнения Потому что Есть ряд Сложностей Конечно Которые Нужно Учить Туиция Все Что Хотите Чтобы Всегда Получать Идеальный Результат Сейчас Я убираю Жировые Комки На Нижних Веках Вот Сейчас Этим И Занят Жировые Комки Тоже Нужно Убирать С Умом Частично Они Убираются Частично Перераспределяются Для того Чтобы Не Получить Провал На Нижних Веках Здравствуйте Вы как Хирург Который Хорошо Знает Анатомию Скажите Можно С помощью Упражнений На Глазные Мышцы Убрать Нижние Елочную Елочную Игрушку Шарообразную В В Разные Стороны Тянуть От Того Что Вокруг Этого Шарика Ничего Не Поменяется А Веки Мешки Это Вокруг Этого Шарика Это Никак Не Соприкасается С мышцами Которые Двигают Глазное Яблоко Поэтому Вокруг Это Только В виде Паруса Натянутого Гамака Скажем Круговая Мышца Глаза Вверху Она И внизу Которые Как-то Сдерживает Вместе С парочкой Перемычек Соединительной Тканой Сдерживает Жировые Комки Вокруг Глазного Яблока В какой-то Момент Времени И при Определённых Обстоятельствах Это Обстоятельство Имеется Строение Средительной Ткани В зависимости От плотности Этого Строения Она Просто Не удерживает Этот Жировой Комок Начинает Выпирать И убиваться Вперед И на В виде Паруса Вот И формируется Мешок Который Требует Устранение К сожалению Хирургически Красноярск Можно Сделать При Втором Типе Сахарного Диабета Сижу На таблетках Сиарфод Круговую Блефоропластику Диабет Поставлен Год назад Мне 39 лет Диабет Не совсем Компенсирован Есть Скачки Сахара До 11,5 Милей Можно Можно сделать Но Все же Нужно Компенсировать Чтобы Не было Скачков Понятно Что На Закон Влияет Но В целом В общем Речь О том Что Обмен Веществ Нарушен Любая Травма При Нарушенном Обмене Веществ Ни к чему Хорошему Никогда Еще Не Приводила Хирургия Это Травма Агрессивная Достаточно Вмешательство Поэтому Лучше Достичь Компенсации И В дальнейшем Уже Спокойно Ити На Плановую Операцию А Вы Своей Жене Делали Бесплатное Увеличение Груди Бесплатное Нет Если Одинаково Сделать Грудь И Не Одна Грудь Больше Чем Вторая Сколько Стоит Жилье Сами Находим Если Все Посчитать На Если Все Посчитать На Сколько Вы И Знаете Нужно Сделать Проще В Шапке Малого Аккаунта Есть Ссылочка Голубая Там Ссылка На Ватсап Отправьте Фотографию Молочную Жилю И Все Вопросы Напишите Я Подробно Отвечу Потому Что Стоимость Включая Даже Все Расходы Она От 350 Может До 450 Тысяч В Зависимости От Вида Вмешательства Сложностей И Тому Подобных Вещей Надо Посмотреть Анализы Все Включая Флорографию У вас Проходят Перед Операцией Да Можно У нас Пройти Через Двое Суток После Операции Можно Лететь На Самолете Лучше Через Трое Все Так Были У вас До 15 Лет Неудачные Операции Когда Пациент Был Недоволен Результатом Разумеется Разумеется Были Они Есть У всех Хирургов И Здесь Всегда Подразделяются На В сухом Остатке На Два Момента Первое Это Когда Есть Осложнение Какое-то И оно Требует Вмешательства Повторного Вот И Эти Пациенты Конечно Оперируются Корректируются Все Исправляется Такое Может быть Это Хирургия К сожалению А Есть Когда Все Сделано Так Как Это Необходимо Сделать То есть Вся Команда В том Сле И Хирург Делает Все От Себя Зависящее Но Пациента Все Результат Не Устраивает Здесь Скажите При операции Момопластика Абдоминопластика Можно Еще Сделать Липосакцию Рук Какая Стоимость Стоимость Около 200 Тысяч Рублей Но Нужно Посмотреть Не Всегда Это Можно Совместить Липосакцию Рук С Момопластикой Поэтому Нужно Фотографии Кое-какие Еще Вопросы Позадаю Вы мне Ответите И тогда Уже Можно Принять Решение Здравствуйте Добрый Вечер Какая Операция Здравствуйте Сейчас Блефоропластика Круговая И Затем Мы Перейдем На лицо Будет Смаз Подтяжка Лица Потом У этой же Есть ли Скидки На Комплексные Операции Как Таковых Скидок Нет Есть Скидки Только При Участии В Прямых Эфирах Скажите Пожалуйста Когда Будет Эфир У Вас По Болезни Грудных Имплантов Очень Интересно Мнение Ваше Да Согласен Я Все Собираюсь Его Провести Но Просто Не Могу Сам Себя Поймать В Кабинете Чтобы У меня Был Хотя Час Свободного Времени Тогда Я Был Мог Провести Этот Эфир Надеюсь В Ближайшее Время Я Предлагаю Провести Какой Нибудь Новогодний Эфир Часть Праздника Завайте Болезнь Грудных Имплантов Как Вы Поддерживаете Пока Вопросов Нет 44 Человека Нас Смотрят Спасибо Можно Можно У вас Сделать УЗИ Молочных Желез Перед Операцией Спасибо Конечно Можно Разумеется Мы своим Пациентам Всем Делаем У кого Нет УЗИ Сколько Операций В день В среднем Это Может быть Одна Операция На Весь День А Может Быть 5 6 Все Зависит От Длительности Операции От Сложности В данном Случа Всего Две Операции Сегодня А Вы Ежедневно Работаете Так же Как и все Люди На Земле Хотя Некоторые По Религиозным Мотивам Не все День Работают Вот Я и думаю Уже Религию Сменить Шутка Вопросов нет 52 Зрителя Молодцы Когда вопросов нет Да Это означает Все Все знают Просто Либо случайно Включились Подключились К прямому эфиру И забыли Отключиться Просто Ну Уснули С какого Возраста Лучше Делать Круговую Подтяжку Лица Ну Есть Некие Средневозрастные Цензы Что ли От Примерно 37 До 60 Вот Наиболее Активный Такой Возраст Хотя Бывают Показания Раньше Показания Могут Действовать Показания Каких-то Или Особенностей Садительной Ткани Плюс Еще Внешние Факторы Влияющие На Состояние Кожи И Подкожных Структур Лица Ну Я уже Не говорю Патологические Ситуации Когда Попудут Травмы Аварии Повреждения Ционер Еще Делаются Подтяжки Лица В гораздо Более Молодом Возрасте До 30 Лет От Пациентки Из Дюссельдорфа Мой Син Ожидал Меня Увидит Все В бинтах Результат Ему Понравился Спасибо Большое Будем Ждать От Вас Фото Отчетов Добрый Вечер Вы Православный Человек Да Я Крещен Православной Церкви Здравствуйте Какая Стоимость Ринопластики Очень Хочется Сейчас Сейчас Спрашу Оригин Александровна Скажите 150 тысяч Рублей 150 тысяч Рублей Если Кто Не Слышал Нет Не Уснула Доктор Слушаю Вас Спасибо После Умельчения Груди Прошло 4 месяца Можно На Мануальную Терапию Да Конечно Никаких Ограничений Через 4 месяца В принципе Никаких Ограничений Нет После Малопластики Ну Если Речь Идет Конечно О Моих Пациентах Потому Что Иногда Бывают Пациенты Других Врачей И Я Не Знаю Особенно Выполнение Операции Поэтому Рекомендовать Не Могу С Какого Возраста Можно Делать Второй Подбородок Можно Делать Прямо Или В смысле Устранить Его Я Думаю Что С того Как Появятся Показания Ну Совершеннолетие Хотя Б Сколько Будет Стоить Круговая Блефоропластика И Мамопластика Круговая Блефоропластика 130 А Мамопластика В зависимости От ее Вида От 350 До 450 Нужны Будет Фотографии Можно Отправить На их Я Тогда Назову Точно Стоимость На Левом Нижнем Веке После Блефоропластики На Внешнем Уголке Уплотнение Это Пройдет Операция Была 7 Декабря Ну Еще Совсем Рано Конечно Пройдет Вы Заворожены Вашим Голосом Движением Рук И Дымком Хорошее Сочетание Насколько Отличается Стоимость Подтяжки С имплантов Подтяжка Без Имплантов От 250 До 350 Тысяч Зависит От Объема И Вида Подтяжки Здравствуйте Были Случаи Когда Ваши Клиенты Переделывали Грудь В Других Клиниках Ну У меня Нет Клиентов Есть Пациенты В этом Случа Мне Известна Только Одна Пациентка По Отголоскам Отзвукам Что Да Делала Повторно После Моей Операции Пациентка Но И То Там Речь Шла О Вторичной Момопластики То есть О так Называемой Переделке Следующего Характера То есть Она Отказалась Тот Объем Который Я ей Предложил Сделать С Определенными Рубцами Оказалось Что Не хочет Больших Рубцов На груди Там Вариантов Других Особых Не было И При этом Прошла Спустя Какое-то Время Год Полтора Два В другую Клинику Боялась Сделать Рубцами Вот Этот Лучий Точно Знаю Остальные Неизвестны Если Кому-то Известны Поделитесь Пожалуйста Не то Чтобы С удовольствием Но Мне важно Знать По поводу Чего Могут Быть Переделки У кого За 15 Лет Пока Не знаю Таких Случаев А Если Септопластика Какая Стоимость Здесь Не готов Ответить Я думаю Что Вы Самостоятельно Напишите Пожалуйста Евгене Александровне Вот Ее Телефон Можно Ее На Ватсап Написать 8 95 35 3 Восьмерки 199 Или В инстаграм Доктор Пахомова Нижнее Подчеркивание Доктор Нижнее Подчеркивание Пахомова Как Будет Более Правильно Да Евгенцин Спасибо Спасибо Мы тоже Не спим Иркутск 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 Еще рано Или нет Не рано Пора уже И Абакан Не спит Сибирь ждет Чего Тунгусского Метеорита Повторение Что за операция Блефаропластика Операция Блефаропластика Возможно Коррекция Всего Тела И сколько Будет стоить Коррекция Всего Тела Конечно Возможно И самое главное Что это возможно Абсолютно Бесплатно Перестаем Есть более Тысячи Калорий Начинаем Бегать С утра Бесплатно Вокруг Дома Ну Сорок Хотя бы И так Каждый День Бесплатно Красиво Удобно Через Сколько Приходит Чувствительность Соска Уже Четыре Месяца Чувствительность Во-первых Она зависит Конечно От масштабов Травмы От Индивуальных Особенностей Иннервации Анатомической Зоны Ну И если Это Случилось Потери Чувствительности Или Притупления То Периферическая Вот Эта Чувствительность Она Может Восстанавливаться Достаточно Долго До Полутора Лет Но Опять же Все Очень Индивидуально Конечно После Пластики Носа Какой Срок Реабилитации Гипс И Повязка Около Десяти Дней Но Реабилитационный Период Он Может Длиться И Дольше То есть Речь Идет О том Когда Можно Оценить Окончательный Результат Потому Что Носик Это Сложное Вмешательство Особенно Там Травмируются Все Слои Ткани Кости Надкосниц Подкожные Крещатки Фасции Хрящи Абсолютно Все Слои Соответственно Реабилитационный Период Для оценки Окончательного Результата Может Быть До Года Это Важно Для Ожидания Добрый Добрый вечер Георг Георг Градович У меня Все Почти Уже Хорошо Вы Знаете О чем Лилия Краснояр У меня Почти Уже Все Хорошо Ладно Спасибо Лилия Спасибо Как Чувствует Себя Пациентка Из Германии Которой Вы На днях Сделали Срочную Операцию Как Прошла Операция За Нее Волновались Спасибо За Сочувствие Соучастие У нее Все Прекрасно Я Уверяю В Ближайшее Время Покажу Результат Желаю Вам Всего Самого Самого Лучшего Вы Золотой Человек И Мир И Казахстан Спасибо Большое Спасибо У меня Небольшая Грудь После Двух Родов Потеряла Форму И Видна Асимметрия Можно Это Исправить В Бед Имплантов Можно Наверное Потому Что Я Не Вижу Вас Когда Отправите Мне Фотографию Напишите Рост Вес Я Тогда Точно Смогу Сказать Но К сожалению Когда Объем Собственных Тканей Небольшой При Удалении Избыточной Кожи Когда Удаляется Кожа Сделается Подтяжка То Происходит Ну Некий Эффект Уменьшения Хотя Объем Ткани Не Уменьшается Но Когда Удаляется Избыточная Кожа Все Подтягивается Грудь Становится Совсем Маленькой Крохотно Я бы Сказал В Некоторых Случаях На самом Деле Уж Лучше Вовсе Не Аперироваться Чем Делать Операцию Без Имплантов В Таких Случах Я Подробно Объясняю И Покажу Пациентам Как Это Все Будет Выглядеть С Имплантов И Без И Они Конечно Делают Самостоятельно Здравствуйте Когда Покажете Результат Мамопластики Пациентки Из Германии В Ближайшее Время Сейчас Чуть Голубо Через кольфа Надо Менять Импланты На Новые И Нужно Ле Все Меняют Да Нет Не Все Меняют Примерно Срок Когда Нужно Будет Заменять Около 15 20 25 Лет Опять же Если Появятся Показания Показания Могут Быть Если Повторно Произошел ПТОС Ткань То есть Опущение Скажем Ткани Молочной Железы Немножко Можно Сейчас Только Вин Сан Обработает Я Поговорю Как раз С вами То есть Показания Появляются Когда Происходит ПТОС Опущение Молочной Железы Она Теряет Форму С годами Понятно Что У каждого Из нас Гравитация Съедает Все Красивые Формы Щеки Веки Лицо Брыль Подбородок Шея Грудь Живот Бедра Руки Все Тянется И в том числе Оперированная Когда-то Грудь Соответственно Когда эта форма Меняется И требуется Коррекция Спустя 10-15-20-25 лет То спустя Вот такое Количество Времени Я всегда Рекомендую Пациентам Заодно Заменить Импланты И удаляя Импланты Которые были Высококачественные Когда-то Стояли Мы видим Что даже При замене Ничего с ними Не происходит Они как Находятся В своей Рубцовой Капсуле Так и Продолжают Находиться А бывают Такие пациентки Кому не подходят Импланты И Вы отказываете Да Наверное Бывают И я отказываю Из-за проблем Со здоровьем Появился Лишний вес Сейчас все позади И активно Привожу тело В форму Но грудь Начала Очень сильно Опускаться Операцию По подтяжке Лучше делать После полного Возврата В форму Или это Не имеет Значения А если Возврат В форму Подразумевает Снижение Веса Больше 10 килограмм То тогда Лучше Это сделать После Возврата Если же Возврат В форму Это еще 5-7 килограмм То тогда Роли Никакой Не играет Можно Выполнить Момопластику И потом Через Спустя Какое-то Время После Ребилитационного Периода Опять Делать Попытки Возврата В форму Это Какие Случаи Что Отказываете В увеличении Груди Разные Когда нет Показаний Когда грудь Красивая Сама По себе И девочкам И пациентам Хочется Просто Больше Вот это Просто Больше Меня Надо В этом Очень Сильно Убедить И это Редко Получается У кого Вы Прекраснейший И умнейший Спасибо Вам Большое За Подаренную Гру А еще Вы часто Не снитесь Может ли Это Быть Связано С Имплантами Однозначно Это Связано С Имплантами Потому Что Там Есть Чип Он Как Раз Для Снов Сейчас Обработали Мы Вернемся К Пациентке Как Раз Сейчас Я Перейду На Подтяжку Лица Сейчас Наладим Освещение Зачастую Когда Я Начинаю Крутить Верхний Свет Некоторые Очень Осведомленные Подписчики Говорят Многие Это Вообще Не Понимают Что Есть Стерильная Зона Вся Зона В которой Мы Работаем Она Стерильная Все Обработанное Все Бактерии Вирусы Убиты И Никто В эту Зону Подходить Не Можете Все Что У нас В руках Находится Это Стерильная Вот Но Некоторые Кто Более Менее Понимает Что Эта Зона Стерильная Они Вот Этот Момент Когда Ручкой Поправляю Свет Говорят А как Ж Вы Трогаете Свет Руками Потом Оперируйте Так Вот Предвосхищая Вопросы Хочу Повторить То Что К Чему Мы Прикасаемся Все Так Ж Стерильно В том Числе И Ручки Которые На Светильнике Можно Их Показать Они Стерилизуются Каждая Операция Одеваются Для То Чтобы Хирурга Была Возможность Крутить Вертейки Этой Лампой Как Ему Заблагорассудится Ну Что Скажите Мне Друзья Мои Вот Сейчас Переходим На Подтяжку Лица Демонстрировать Что Нибудь Из Подтяжки Лица Или Нет Учитывая Что Это Достаточно Такая Кровавая Может Быть Даже Не Кровавая Может Быть Не Очень Эстетичная Для Широкой Публики Операция Сам Само Понятие СМАЗ Я Бо Хотел Показать Его Периодически Там Где-то На Видео На Ютьюбе На Канале На Своем На Записях Операции Показывал Может Быть Во Время Этой Операции Я Тоже Вам Продемонстрирую Чтобы Было Понимание Что Такое СМАЗ Да Просит Показать Посмотрим Прошу Пока Есть Вопросы Пожалуйста Нет Имеется Ввиду Что Маленькая Грудь Если Совсем И Могут Ли Подойти Импланты Вопрос В Строение Там Грудной Клетки И И Так К вопросу Оринопластики Если Живешь За Тысячи Километров Как Проводить Осмотр Сколько Раз Нужно Приезжать К вам Можно Ли Делать Грудь И Нос За Одну Операцию Приезжать Для Осмотров Нет Необходимости Все Наши Пациенты Многие Живут За Тысяч Километров Они На Связи Всегда С Нами Круглосуточно Пишут Звонят Отправляют Фото Видео И Производим Их Достаточно Для Того Чтобы Выполнять Или Не Выполнять Или Просто Наблюдать И Ждать Эти Операции Мама Пластика И Ринопластика Конечно Можно Выполнить Одновременно И При этом Достаточно У нас Побыть Около Семи Дней Семь Максимум Десять Это Связано Как раз С ринопластикой После Эта Уже Мы Спокойно Регина Александровна Может Спокойно Вас Отпустить Домой Кстати Говоря Про Круглосуточное Наблюдение Вот Пациентка Которую Мы Сейчас Оперируем Пока Мы В Смотровом Кабинете С ней Общались Наносили Разметку Она Меня Как раз Шокировала Тем Что После Операции Как раз У нее Ряд Проблем С грудью Они Серьезные Проблемы И Она Так И Не Смогла Достучаться До То есть Есть Администраторы Которые Принимают Звонки Что-то Говорят Говорят Что Вот Можно Записаться Он Потом Уехал Приехал И так Далее Не Знаю Конечно Может Быть Это Так И Должно Быть В Современной Медицине Но Но Есть Но Я Против Доступ Должен Быть Прямой К Доктору Пока Вопросы Закончились 49 Человек Смотрит Эфир Спасибо Я Уже Перешел На Лицо Я Сделаю Доступ Ну Некая Линия Разрезов Потом Мы Сделаем Большую Отслойку Кожи Потом Мы Идем Глубже Так Называем Смаз Вот Выделим Смаз То есть Поверхно Мышечная Паневротическая Система И Если Все Будет Ну Более Менее Эстетично Давайте Поуговариваю Меня Я Покажу Мельком Буквально Доли Секунды Что Такое Смаз Очень Много Людей Просят Я Бо Посмотрела Да Показывайте Конечно Да Посмотрим Хорошо Тогда Напишите Цель Которую Вы Преследуете Чтобы Посмотреть Смаз Вы Покажете Операционное Поле Лицо Пожалуйста Уговариваем Покажите Пожалуйста Хирургически Хорошо После Линопластики Септопластикой Нос Стал Течь Стоит Только Немного Погода Быть Прохладной Что Это Почему Учесть То Что Раньше До Операции Нос Никогда Не С С Особенно Строения Слизистой Подслизистых Сосудов И так далее Огромное Количество И просто Так Одним Ответом Боюсь Что Я Не Смогу Ответить На Все Интересующие Вопросы Цель Интересна Моя Цель Хочу Увидеть То Что Ждет Меня В Недалеком Будущем Цель Чтобы Быть Готовым Сделать Потом Себе Или Не Сделать Но Когда Вы Увидите Это Изнутри Я Думаю Что Я Спасу Многих Которые Откажутся В будущем От этой Операции То Что Хирургическое Вмешательство Изнутри Оно Же Не Эстетично Ничего Красивого Не Пугающего Нету Не Не Пугающего Вернее Насмотрелось Видео О Пластиках Говорят Что 50% От Операции Зависит От Анестезиологов Хорошие Ли У вас От Анестезиологов Зависит На самом деле 90% Остальные 9% От Ассистента И Сестры Только 1% От Хирурга Поэтому Зная Насмотрелось Как вы Как вы Думаете Хорошие Анестезиологи А Ваше Предположение Интересно Почему Насмирок Стал После Операции Предположение Очень много Может быть Это Теоретический Расклад На Полтора Тома По 1200 Страниц На самом деле То есть Это Просто Будет Разговор Ради Разговора Нужен Конкретный Случай Смотреть Осмотреть Полость Носа И Дальше Уже Знать Объем Вмешательства Который Был Произведен Это Непосредственно Проще Сделать Лечащему Врачу Поняла Спасибо Я хочу Увидеть То Что Со мной Уже Было А Тогда Можно 5 минут До Конца Эфира Угу Есть ли Смысл Перед Подключаться Друзья Мои Скажите А Почему Все Зависит От Анестезиолога Не все 90% Это просто Хирурги Вечно Собирают Все медали Их Видят Пациенты Они Считают Что Вот Хирурги Молодцы Это Единственные Спасители Лекари И умельцы А на самом Деле Люди Невидимого Фронта Это Очень много Других От которых Зависит Успех В том Сле Анастезиологи Сестры Санитарки И так Далее Это Огромный Процесс А хирурги Пользуясь Тем Что они Более Публичны Чем Остальные Вот Забирают Себе Все По хвалу И говорят Все это Я Я Я Что Мел Была Круговая 18 лет Назад Делал Другой Врач Хочется Повтор Ну Тогда Нужно Ити На Повтор В среднем Глифропластики Хватает Как раз Лет На 10 12 Хватает Это Значит Когда Вновь Появляются Показания Вновь Есть Что Убрать Как С Вами Быстро Время Пролетело Первый раз Смотрю Ваш Эфир Такой Спокойный Вы Ну Да Обычно Я Очень Агрессивный Кылки Такой Сегодня День Такой Спокойный Сколько Стоит Консультация Консультация Бесплатная Для Первичных Пациентов Если Опереживанные Пациенты Где-то Потому Что Мне Очень Много Пишут Когда Где-то Что-то Прооперируется И Посмотрите Пожалуйста Правильно Сделали Или Нет Консультация Переподключаться Стоит Да Давайте Тогда Переподключимся Чтоб Сохранить Эфир Спокойно Мы Дальше Покажем Подтяжку Лица Здравствуйте Регина Александровна Здравствуйте Добрый вечер Ещё Один Вопрос Можно ли Исправить Глаза После Глефоропластики Эффект Вывернутого Века Можно Конечно Не можно А нужно Иначе Зрение Можно Потерять Если Выворот Века Сколько У нас Времени Уже Нет Две Минутки Осталось Тогда Мы Покажем Результат Глефоропластики Ещё Раз Сушить Вот Пожалуйста Здесь У нас Отёки Швей Верхних Век Нижних Век Видите Татуаж У пациентки Он достаточно Большой Мы его Даже Немножко Повредили С краёв Иначе Более Красиво Не выполнить Глефоропластику Сейчас Мы Прикроем Глазки Палфетка С лекарством И переходим На подтяжку Лица Которую Я покажу Вам Я Вам Обещал Показать Примерно Что означает Смаз Постараемся Конечно На минимум Кровавых Сцен Но Всё же Значит Можно Сверху Показать Я готов Показать Операционное Поле Немножко Кровавых Сцен Что такое Смаз Подтяжка Вот Выполнен Доступ Вокруг Ушка Сделана Отслойка Кожи Небольшой Участок На самом деле Кожи Отслойка Вот Видите Пинцет Проходит Гораздо Глубже Под Мышечно Паневротической Системой То есть Видите Где находится Пинцет Где Возле Когда Подходит К носогубным Складкам К Подбородку Вон Там А это Уже Более Глубокие Структуры Вот Здесь Пинцет Комедрен Сом Размечу То есть Если здесь Кожа Дальше Я беру Мышечно Паневротическую Систему И тяну Видите Движение То есть Я не кожу Прогаю А мышечно Паневротическую Систему Вот таким Образом За счет Этого И создается Стабильный Эффект Примерно Лет на Десять То есть Сама Кожа Она Избыточная Которая Сформируется Мы просто И сечем И выбросим Вот Примерно В этом Вся Логика То есть Это Не подтяжка Кожи А более Глубоких Слоев Возможен С масс-лифтинг После нити Аптос Шесть лет назад Спасибо Конечно Возможно Даже Год назад Если Был Сделан Аптос Здравствуйте Доктор Фиброденомы Удаляются Во время Постановки Здравствуйте Я всегда Удаляю Любые Новообразования Во время Мамопластики В том числе И фиброденомы Пока Вопросов Нет Сорок Человек Смотрит Ну Не страшно Вы показали Не страшно Я то Что внутри Происходило Не стал Показывать Да это И незачем Зачем Кровь Но Вы посмотрели Хотя бы Принцип Как это Выглядит Вопросов Больше Нет На этом Эфир Предлагаю Завершить Да Какого Возраста Можно Такую Операцию Делать И Можно После Нити После Нити Можно Делать Такую Операцию В современном Косметологическом Мире Чаще всего После Нити И делают Потому что Женщины Прежде чем Попасть К Пластическому Хирургу Большей части Уже Пробуют Все Возможно И невозможно А возраст Такого С которого Появятся Показания Ну Это Примерно С 37 38 Лет И Выше Здороваются С вами Те Кто Только Подключился К нам Здравствуйте Если Есть Выделение Из Груди После Восемь Месяцев После Завершения Грудного Вскармливания Является Лето Противопоказанием К Пластике Груди Нет Конечно Это Не Противопоказание Потому что Выделение Из Лечных Протоков Могут Сохраняться Очень Много Лет Сахарный Диабет Второго Типа Можно Можно Если Он Компенсирован Расскажите Подробнее Об Операции Ну Не то Чтобы Рассказать Я Уже И Показал Максимально Подробно Мы Выполнили Круговую Глифоропластику Сейчас Выполняем СМАЗ Подтяжку Лица То Есть Проводится Хирургическая Отслойка Поверхностной Так Называемой Мышечно Поблеметической Системы Вот И Фиксируется Выше От того Месторасположения Откуда Слоили Выше То есть Предполагаемая Точка Откуда Произошло Опущение За счет Гравитации После Фиксации Соответственно Избыточная Кожа Просто Удаляется На этом Все операции Вроде как Все очень просто Сложность Только в том Что На лице Огромное количество Жизненно важных Структур Сосудов Нервов Желез И только Конечно Знание Анатомии Опыт Навык Позволяет Выполнить Эту операцию Успешно Был Аппаратный Смаз Лифтинг Через Какое Время Можно Делать Фейслифтинг Не Принципиально На самом Деле Хоть Через Два Месяца Аппаратный Лифтинг Никак Не Влияет На Смаз Лифтинг Потому что Смаз Лифтинг Здесь Затрагиваются Более Глубокие Структуры После подтяжки За рубцами Нужен Какой-то Уход Как Долго Нужен Обязательно Но Это Все Очень Индивидуально Поэтому Проще Отправлять Периодические Фотографии Своему Врачу Он Уже Будет Давать Соответствующие Рекомендации Но Уход Обычно Зреет Рубцовая Ткань 10 12 Иногда 14 Сместится В Норме У Подтяжки Лба Тоже Примерно Такой Же Принцип Нет Там Совершенно Другой Принцип Пока Вопросов Нет Отлично Сейчас Мы Фиксируем Нижнюю Ножку Как раз Мышечно Апоневротическая Система Подтяжка Подразумевает Мышцы Это Чаще Платизм Подкожная Мышца Области Шеи Под Подбородочной Области Мы Фиксируем Немножко В другом Положении К К К Краю Грудинно-ключично-сосцевидной Мышцы Сосцевидного Отростка Цена Такой Операции 350 Тысяч Рублей Сколько Часов Хватит Операции Для Подкорректировки Груди После Наркоза Пациентка Сразу Встанет Например Уборная Практически Сразу Только Не понял Первую часть Вопрос Сколько Часов Для Подкорректировки Груди Очень сложно Сказать Совершенно Разное Если Речь Об Этой Пациентке То Примерно Полтора Два Часа Понадобится На Вторичную Момопластику Слышала Что Блефоропластику Можно Только Один раз В жизни Это Миф Это Миф Конечно Миф Круто Крепкого Прикрепкого Вам Движения Спасибо Большому Шея Подтягивается Во время Круговой Лица В данном Случае Да Чаще Всего Подтяжка Лица Выполняется Вместе С Подтяжкой Шеи Отдельно Делать Операции Практически Без Смысль Задействовать Вопросов Нет 50 человек Смотрит Как же Нет вопросов Что же Они смотрят Когда нет вопросов Если Так Все любят Смотреть Не задавать Вопросы Можно Просто Включать Картинку Без Звука Благодарю Вопросов Нет Спасибо Алипосакцию Подбородка Делаете Одновременно Конечно Если Есть Показания Все Нужно Делать По Показания Сколько Стоит Блефоропластика Такая Как Сегодня Это Круговая Блефоропластика Стоит 130 Тысяч Рублей Почему Не Показываете Саму Операцию Вы Скажите Какова Цель Демонстрации Самой Операции Никто Мне Так И Не Ответил Убедительно Что Я Мог Показать Демонстрация Самой Операции Она Нужна Только Для Специалистов Которым Интересна Методика Технология Подходы С Цель Обучения А А Показывать Широкой Публике Не Хирургической Пока Что Я До Сих Кор Не Нашел Веских Аргументов Для Себя Которые Могу Показать Ключевые Моменты Когда Демонстрирую Вы Видели Что Я Показал Эти Моменты Для Понимания Понимали Что Происходит А Вот Сама Операция Показывать На мой Взгляд Бессмысленно После Данной Операции Болезненные Ощущения Сильные? Нет Кстати После Подтяжки Лица И век Можно Сказать Практически Их Нет Пациенты Крайне Редко Требуют Обезболивания Первые Сутки Чисто Профессиональный Интерес Ну Чисто Профессиональный Интерес Он Конечно Должен Удовлетворяться Не В Публичном Аккаунте Доктора К сожалению Вы Понимаете Что Он Больше Для Широкой Публики А В Профессиональной Среде Профессиональная Среда Где Мы Тоже Проводим Мастер Класс Операции Учебы Для Коллег И Там Все Демонстрируем Не Надо Показывать Хорошо Возможно Ли Человеку Привести Грудь Обнизшую В порядок Если Есть Аллергия На Обезболивающие Препараты И Антибиотики И Диагноз Неконтролируемая Гронхиальная Астма Сложненная Отеком Клинки Теоретически Возможно Но После Предварительного До Обследования Санкт-Петербург Клиническая Больница РЖД Медицина Это Мечников 27 За Сколько Дней Нужно Сдавать Анализы Перед Операцией Можно Даже За День До Операции Главное Чтобы Результаты Были Готовы Непосредственно К моменту Операции Пока Вопросов Нет Добрый вечер Какая Операция Идет Здравствуйте Смаз Подтяжка Лица Мы Выполнили Круглую Глефоропластику Сейчас Выполняем Смаз Подтяжку Лица Потом Перейдем На грудь Будет Еще Пациентки Вторичная Молопластика По поводу Капсулярной Контрактуры На базе Клиники Возможно Сдача Анализа Конечно Это Можно Сделать За день До Операции А вы Не скучаете По нашему Городу Красноярску Скучаю Конечно Как же Не скучаю Здравствуйте Краснодар Часто Переносится Операции Из-за Плохих Анализов Крайне Редко Один Два Случая В год Это Менее Ноль Двух Процентов Привет Здравствуйте Георгий Эдуардович Здравствуйте Шлют вам Сердечки Машут Руками Не могу К сожалению Не махать Руками Даже Сердечки Отправить Не могу Только Так Душевно Торсионные Поля Разгоняю Мыслями Так пойдет Спасибо большое Привет Из Красноярска Привет Из Берлина От Татьяны Привет Из Пятигорска Красноярск Смотрит Отлично Брадикардия В анамнезе Можно Фейслифтинг Делать Да Конечно Можно Это не Противопоказание Безусловно Речь идет о том Что не просто Взяли Сходу Сделали Фейслифтинг А предварительно Обследовали Посмотрели Еще раз Оценили Все дело И Запланировали Операцию Здравствуйте Привет Из Владикавказа Здравствуйте 45 человек С нами Вопросов Пока нет Итак Друзья мои Я предлагаю Если смысл Продолжать нам Прямой эфир Если нет вопросов С вашей стороны Если нет Демонстрации Операции С моей стороны В общем Такое Чувствую Нахожусь Под Веб-камерой Уличного наблюдения Привет Из Иркутска Здравствуйте Иркутск И тишина Даже уже не голосует Если смысл продолжать Тогда я предлагаю В ближайшее время Всем мило Попрощаться Коли вопросов Никаких нет Я готов Буду Кто не осмелился Задать В эфире вопрос Ответить Если напишите мне В Директ Ватсап Вайбер Любой мессенджер Нет проблем Всегда доступен Знаете Что Очень много Видео Есть на моем канале На ютюбе Доктор Крапетян Или Георгий Крапетян Кто Тормирует попасть В хирурговную операцию Рекомендую Кое-что посмотреть Из этой серии Многое поймете Это важно Георгий Гордович Это Софьина Виктория Вы лучший Виктория Здравствуйте Очень приятно Тысячу лет Вас не слышал Спасибо большое Что происходит Только зашла Идет операция Судя по всему Да Только зашла Что происходит Хотелось бы Присутствовать На операции Ну Это можно Очень легко Сделать Нужно Отправить Свою фотографию Проблемной Зоны Написать Фамилию И отчество Мы запишем Вас на операцию Вы приедете Мы вас Обследуем Вы приедете В операционную И прооперируемся Вы будете Присутствовать На операции Не факт Что вы Это осознаете Конечно Потому что Под наркозом Невозможно понять Своё присутствие Но Вы будете Присутствовать Результат Покажете? Разумеется Разве я Когда-нибудь Прятал От вас Результат Есть возрастные Ограничения Дни 55 Смотря Для чего Для этой Операции Нет Возрастных Ограничений До 80 Можно Все зависит От Анестезиологов Я же говорю 90% Зависит от них Я не там работаю Или к вам Или по Тологоанатомам Надо было идти Наверное Вам Беднее Вы очень приятный И грамотный Врач Спасибо Два раза Готовилась К операции В Москве Со всеми Вытекающими Типа Сдачи Анализов И Обследований И два раза Доктор Отменял Операцию За день До Как вы Считаете Это нормально? Не знаю Я стараюсь Не судить Других Людей Не знаю Подробностей А подробностей Судя по всему Я не знаю Почему Мое сообщение Не прочитали? Ну Потому что Просто не увидели По возможности Повторите Пожалуйста Спасибо За ответы Хорошего вечера И удачи Спасибо Большое Спасибо Мы сейчас Выполнили Смаз-подтяжку Уже И сейчас Я удаляю Избыточную Кожу Как раз В этом Суть Смаз-подтяжки Лица Что Кожа Не натягивается Нет натяжения В принципе То есть Натягивается Как раз Мышечная Померетическая Система А кожа Просто Удаляется Которая В избытке И все Скажите В вашей практике Было такое Что вы удаляете Всю железу Грудную И ставите Имплант Если да То это Одномоментно Делается Конечно Было Да И это Делается Одномоментно Чаще Я так Скучаю Вы самый лучший Это Софьяна Виктория Спасибо Виктория Приезжайте К нам В гости Какие Ограничения Не хочу Импланты Хочу Подтянуть Что Облесло После Рода Без имплантов Ограничений Особо Наверное Никаких Ограничений Только Физической Активности Физических Нагрузок Будут Определенные И все Но мы Об этом Предупредим А симметрию Можно убрать В местах Импланты Можно Сколько По времени Длится Операция Подтяжка Смотря Подтяжка Чего Надо Уточнить Пока Вопросов Нет Скажу Вопросов Нет Наверняка Уснули Я точно Предполагаю Включили И уснули Подтяжка Груди И лица Подтяжка Лицо Длится Около Двух Двух Сполных Часов Подтяжка В груди Тоже Зависит От Видов Подтяжки От Часа До Трех Может Длиться Ждем Результатов Спасибо Результат Скоро Будет Надо Кстати Вот Вопрос С Пациенткой Он Практически Повторяет Крайний пост Который я Выкладывал По поводу Осложнений У пациентки Которая Оперирована В Германии Здесь Ситуация Одинаковая То есть Она Правда Оперирована Это пациент Которая В Израиле В дело Хорошего Хирурга Но Повторю Еще раз Тактически Технически Я вижу Погрешность Этой Перенесенной Операции На Молочных Железах И конечно Это требует Вмешательства Более Серьезного Типа Чем Первая Операция Которая Была Выполнена Более Серьезная Потому что Нужна Подтяжка Более Серьезная Нужна Фиксация Кармана Нужна 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 Восстанавливать Разрушенную Субмамарную Складку Это Более Серьезное Мешательство Более Травматичное Более Тяжелое А ситуация Похожа Тем Что Как раз У себя В стране Получен Неудовлетворительный Разумеется Результат И Как сказала Сама пациентка В смотровом кабинете Уже Когда мы с ней Разговаривали Наносили разметку Говорит В некотором смысле Я даже довольна Говорит Что я так и не Смогла достучаться Или дозвониться Или увидеть Своего оперирующего Хирурга Чтобы сказать Что Есть проблемы Счастлива В том смысле Что пациентка Остерегалась Того Что С ней могло Случиться То же самое Что Как с пациенткой Из Германии То есть Ее бы Проверили повторно Стало бы хуже И хуже И так далее И так далее Ну Наверное В этом Что-то есть Какая-то логика Но Сам факт Это Начальная цепь событий Связанная С нашими Пациентами Русскоязычные Разумеется К нам приезжают Из-за границы Уже много лет Это конечно Не первый десяток Случаев Когда Хирургия Хороша В хороших руках То есть К сожалению Не играет роль Наверное Страна Локализация Ну Безусловно При всех равных условиях Если клиника Отвечает Всем современным Требованиям Специалисты клиника Отвечают Всем современным Требованиям Мы поставим Медицины И в этом случае Хоть на Камчатке Если есть хороший Хирург Клиника Анестезиолог Бригада То операция Будет выполнена Самым лучшим Видом То есть То что мы привыкли Что надо обязательно За медицинской помощью Ехать Обязательно Израиль В Америку Но Не всегда Это оправдано Здесь Нужно все-таки Выбирать Не просто По страну Где в которой Можно получить Якобы Современную Качественную Медицинскую помощь Пишут Нет звука И следующий Комментарий Мы слышим Тогда еще Пожалуйста Скажите Кто-нибудь Слышно Или нет А то я тут Мухвально Онегина Читаю Есть звук Спасибо Слышно Спасибо Если делать Якорную подтяжку Груди И импланты Есть ли дополнительные Траты Кроме той суммы Что вы указываете В постах Нет Если у вас нет Дополнительных Каких-то Пожеланий И капризов Не хочу я писать Повторно Доктор Два раза пропустили Последний вопрос Который я нашла От этой девушки Вопрос В поводу того Сможет ли пациентка Встать сразу после Наркоза Например В уборную Да Конечно Я уже отвечал На этот вопрос Буквально Через час Раз или два Пациентами Пациентами Сами себя Полностью Обслуживают Встают Ходят Кушают Пьют И так далее Если есть Какие-то другие Вопросы Тогда Пишите мне Напрямую На ватсап Пожалуйста Я на них Подробно отвечу Штамм Точно Не проскочит По поводу Одномоментной Операции Удаление Полностью Груди Это же Сильная Нагрузка На организм И период Восстановления Скорее всего Вообще Все операции Это серьезная Нагрузка В период Восстановления Поэтому Операции Нужно делать По показаниям Скоро Два месяца Моим Грубкам А большая Грудная Мышца Почему-то Чувствую Что напряжена Чувство напряжения Особенно К вечеру Сильное Ну Такое Может быть Если установлен Имплант Подмышц Со временем Это все Проходит Как К вам Записаться На ринопластику На ринопластику Нужно Записываться К Регине Александровне Мы с ней Вместе Сейчас Оперируем И записаться Проще По телефону Записывайте Телефон 8 95 35 3 Восьмерки 199 Сколько Есть ожидания На ринопластику Месяц Или два Примерно Хотя Бывают Окна И раньше Я могу Скинуть Все препараты На аллергию И узнать Может ли Быть Проведена Операция Есть ли Гарантия Что с жуткой Аллергией Я не покину Этот мир Любой Метпрепарат Приводит К реанимации Знаете Можно Но это Бессмысленно Управлять Этим Невозможно Сейчас Грудь 75C После подтяжки Без имплантов На такой размер Можно рассчитывать Сложно Сложно Сказать Все Очень индивидуально Потому что Размер груди Это вы оцениваете Только по тому Белью Которое Вы носите А хирургу Нужно оценить Всю анатомию Строения Тела Рада Что у нас Есть Такие врачи Как вы Спасибо Какие Представки Почитаете Мотивам Энтерполитех Напишу На ватсап Доктор Спасибо Договорились Спасибо Здравствуйте Георгий Эдуардович Здравствуйте Здравствуйте Георгий Эдуардович И ваша команда Здравствуйте 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 Елена Александровна Спасибо За мои новые Глаза Красноярска Вопросов Пока нет 44 человека С нами Много сердечек Отлично Закрываем Нашу операционную Рану Смаз-подтяжка Выполнена Избытки кожи Удалены Сейчас Сейчас Надо Наложить Внутренние Рассасывающиеся Швы Чтобы Рану Закрытие Хирургическое Вы приезжаете В Красноярск? Ну Конечно Конечно Приезжаю Но Пока Не знаю По времени Когда Это будет В следующий раз Так и не проголосовали Кстати Есть ли смысл Продолжать? Или Нужно Показать Результат Но На самом деле На операционном столе Результат Абсолютно Не заметен Будет Потому что Отек Результат Результат Несколько раз Приехать Сначала На консультацию Потом На операцию? Ну Конечно Подписываемся Понимаем Что мы Планируем Сделать Дальше Выбираем Дату Операции Говорим О технических Подробностях Вы приезжаете Сразу На конкретный День Операции В этот день Мы с вами Еще раз Плотно Общаемся Чтобы Точно Знать Что Мы будем Делать Потому что Очный Осмотр Невозможно Заменить Привет Продолжаем Эфир Здравствуйте Поздравляю Окончательный Результат Чтобы Прямо Точка Это Какому Месяцу После Мамопластики Год Если Прямо Точка Походит Год Ставите Точку После Точки Запятая И дальше Гравитационный ПТОС Вперед Точка Что у нас за тишина? Нет вопросов? Ну ладно, тогда сейчас завершу одну сторону. Покажу результат даже с отеком. И на этом мы с вами попрощаемся. Мы продолжим операцию. По поводу капсулярной контрактуры обязательно покажу потом результаты операции, потому что все показывать в прямом эфире, я считаю, нет смысла. Достаточно долго. Скажите, можно ли сделать икру ног более изящной? Однозначно. Мне кажется, это обязательно. Каждый уважающийся гражданин должен сделать икру ног более изящной. Для этого есть разные методы и способы. Понятно, что так иронично я отвечаю на вопрос, потому что вопрос так сформулирован. по ики будет более конкретно, тогда я смогу более точно ответить. Как это возможно? Или невозможно? Нужно? Не нужно? А бывает ли такое, что на фото одной кажется, а в жизни другое? И, к примеру, операция дороже. Человек уже готов к операции? Нет, операция дешевле в кривочном осмотре, чем на фото. Интересует прокапсулярную контрактуру. Почему она образуется? Разные причины, начиная от качества импланта, заканчивая от технических погрешностей, индивидуальных особенностей организма. Сколько было лет вашей самой юной пациентке? Шесть. Шесть лет. О, нет, 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 не шесть лет. Четыре годика. Я оперировал девочку с большим образованием, дай бог памяти, я не помню, как на лице выбирал образование. Или на губе. В общем, с Хакасией, точно помню, приезжала с родителями. И там были показания лечебные кооперации, удаление этого новообразования, но это надо было сделать эстетически, красиво. Ребенок, девочка. Это самая юная пациентка. А самому юному моему пациенту было три года. Это мой сын средний. Его зашивали. Травмируется парень периодически. И периодически шьем и клеим. Как это возможно? Я проигрую ног. Возможно, по-разному. У меня импланты стоят 20 лет. Буду удалять. Контрактура. Это хорошо. Если приезжаешь к вам на операцию, до этого момента нужно сдать какие-то элементарные анализы? К примеру, узнать хотя бы гемоглобин или что-то подобное, чтобы потом сюрпризов не было. Это идеальный вариант, конечно. Сдать хотя бы просто развернутый анализ крови по месту жительства. Он делается на течение часа. Результат на руках. Если есть какие-то сопутствующие заболевания, дополнительные обследования можно пройти, чтобы быть уверенным, что все нормально. Самые грубые изменения, по которым может отмениться операция, они проявляются в развернутом анализе крови и на электрокардиограмме. Почему груди после мамы пластики могут вести себя по-разному? Один день все супер, другой день одна немного больше другой. После операции 8 недель. Как вы думаете, почему периодически один день может болеть голова у женщин, другой нет? Вроде голова одна, в груди это хоть разная. Понимаете, что в живом организме каждую секунду совершенно другие физиологические процессы протекают. И он может происходить все что угодно. А уж тем более 8 недель после операции. Достаточно ранний срок. Хакасия с вами. Мне спокойнее. Спасибо. А большой ли список анализов для операций? Небольшой. Вопросов нет? Ну, сейчас мы уже будем прощаться, друзья. Сейчас я вам покажу результат. С масс-подтяжки, с отеком. Навряд ли что-то будет понятно. Но, коли обещал, надо показать. Результативность моих операций можно видеть во втором моем аккаунте. Пластик Крапетян. Там есть на разных сроках, разные виды операций, фотографии, видео. Я всегда показываю все как есть. Без всяких. Не только красивой истории, а по факту все, что происходит. Показания к блефоропластике. Противопоказания могут быть в наличии тяжелых сопутствующих заболеваний. Поэтому вы сначала можете мне отправить фотографию век, написать все заболевания, которые у вас есть, а я уже скажу вам, противопоказания это или нет. Фибраденома доброкачественная на 11 часов. Говорят, надо удалять. Шрам на груди не хочу. Что делать? Удалять. Можно сделать это аккуратно по краю ореола. Тогда проблем никаких не будет. Низкий ферритин в крови является противопоказанием по увеличению грудин? Это зависит от этого уровня показателя низкого ферритина. Поэтому нужно сдать развернутый анализ еще и посмотреть в целом. И тогда уже я смогу вам точно ответить. Никак не могу решиться на удаление имплантов? Боязно. Нет, надо решиться обязательно, если есть проблема. Я готов показать вам личико пациентки. Мы закончили операцию. Здесь понятно, видно отек. Это область скулы, щека, края нижней челюсти, шея. Здесь все отечно. Видите, за счет инфильтрации, за счет уже посттравматического отека. Поэтому результативность, она очень странная ее. Не знаю, увидите вы или нет, но в целом видно, что комплекс ткани перемещен сюда, кверху. То есть даже рукой я пытаюсь подтянуть, уже не удается мне достичь той мобильности, которая была до операции. Понятно, это связано еще с отеком, но в целом за счет перемещения комплекса ткани. Шов проходит по краю роста волос, перед ушком и прячется за ушком. Он такой немножко сгофрирует, но в дальнейшем он будет не заметен. То есть пока отойду обработать, Регин Санна, я со всеми повращаюсь. Если есть вопросы, готов ответить, друзья. Да, пожалуйста. Я не выбираю, пациенты сами изъявляют желание попасть на прямой эфир, у нас есть определенная очередность на прямой эфир. Отлично. Хорошо, хорошее желание. Поддерживаю. На самом деле, через 3-4 месяца уже на 90% результат понятен. Но любая реабилитация, ткневая и клеточная, она проходит примерно год после любого пореза. По-армянски разговариваете, доктор? Регулярно. Во время операции, постоянно. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо всем, друзья мои. Всем до свидания, до встречи. Еще раз повторю, все вопросы мне, пожалуйста, на WhatsApp, в Директ можете отправлять. Ну, а видео можно будет посмотреть на моем канале на YouTube доктор Карапетян.